Дорогие друзья, за прошедшую неделю особых новостей не произошло, поэтому рынки могли двигаться самостоятельно, подчиняясь внутренней логике или техническому анализу. В целом обилие ликвидности продолжало давить на цены, и как спекулянты, так и длинные инвесторы, они продолжали двигать цены вверх. Но уже где-то в конце недели стали замечаться первые коррекции, первые фиксации прибыли, и это обусловило некоторое рваное поведение в конце недели. А также некоторые изменения ценообразования в сторону некоторых боковика и даже, может быть, некоторых поддельных инструментов вниз движения. То, что ликвидности по-прежнему много, говорит тот факт, что прошел рекордный акцион по пятилетним бандам в Америке с очень высокой переподпиской. Отлично прошли проблемные облигации типа Италии с Испанией, но в любом случае деньги есть, и они не позволят сделать каким-то резким движением вниз ни по какому финансовому инструменту. Поэтому базовый сценарий по-прежнему продолжения движения вверх, точнее, распределить, наверное, так, в начале недели у вас будут некоторые рахотические рваные движения вверх и вниз, а вот где-то начинаем, примерно, с среды до четверга, если не случится ничего плохого, там, с новостного фона, то можно ожидать продолжения роста вверх, ну и, соответственно, надо где-то все дни недели потихоньку уже занимать ланковые позиции. Наверное, все. Сколько там времени-то?